приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы всем всем здравия желаем а также весеннего позитивного настроения и она сейчас как раз нужно потому что начинается февраль и многие из вас будут уже заниматься посевами посадками тепличники вообще будут уже начинать серьезно заниматься посадками ранних овощей и посевом семян также на рассаду но сегодня у нас тема очень важная и эта тема посвящена корнеплодным овощам которые мы будем высевать или высаживать в феврале 2022 года мы уже с вами рассмотрели в отдельном видео график агрогороскоп для посадки ранних сортов картофеля а также график яровизации выкладки картофеля для того чтобы она прошла вот этот процесс подготовки озеленения перед посадкой а сегодня по вашим заявкам мы рассмотрим еще несколько агрогороскоп мы их объединили а агрогороскоп картофеля я обязательно сделаю сноску внизу так что если нужно будет смотрите и возвращайтесь к этой теме сегодня начинаем с агрогороскопа посадки корнеплодных овощей феврале 2022 года ранее сорта моркови и свеклы и так первый супер период для того чтобы получить именно сочные вот эти корнеплоды у меня кстати заказывает всегда вот эти даты те кто потом продают на рынке и готовят на рынок продажи морковь и свеклу вот если вот эти все данные собрать и получать они увесистые получается корнеплоды и вот собрать вот эту информацию то что нам нужно давайте рассмотрим вот эти периоды если нужно в первую очередь сочные увесистые корнеплоды используем сразу после новолуния это всегда очень хороший результат для корнеплодных 3 февраля при растущей луне в знаке рыбы да это растущая но это еще энергии только-только проснулась растущая луна только-только начинается и я всегда использую этот период для получения ранней продукции именно корнеплодных поэтому 3 февраля можно с 9 часов до конца суток сеять семена моркови и свеклы что еще очень важно в этот день это 20 солнечный день и солнце будет находиться в 16 градусе водолея очень хороший период дополнение солнечного календаря к лунному календарю и сочетание рыб и водолея в данном случае даст возможность хорошего хранения вот этих прекрасных корнеплодов но хранение имею ввиду на рынок вынесли они не так будут быстро портиться далее второй день такой очень хороший но не полный здесь 4 февраля с 0 часов и до 11 часов только будет хороший период для корнеплодных потому что далее луна будет без курса с 12 часов 43 3 минут до 17 часов 57 минут и и здесь уже 21 солнечный день будет солнце в семнадцатом градусе водолея вот это первый период который мы используем для того чтобы получать вот эти ранее ранее сорта и очень сочные еще один такой же период для того чтобы получать ранее сорта но они не будут храниться чуть чуть позже мы сейчас рассмотрим и для хранения вот эти посевы второй такой период для того чтобы были сочные корнеплоды начинается в скорпионе при убывающей луне 21 февраля с 13 часов до конца суток и 22 февраля все 24 часа 23 февраля с ноля часов и до 11 часов 30 минут здесь учтите не позже 11 часов 30 минут далее луна без курса с 12 часов 25 до 16 часов 29 минут это время перехода в другой знак и здесь у нас 8 солнечный 9 солнечный и 10 солнечный день и здесь солнце будет находиться сначала в четвертом градусе рыб затем в пятом и вот 23 в шестом градусе рыб скорпион и рыбы дают очень сочные корнеплоды поэтому пожалуйста в этот период сеете то что будете собирать и будет и будет это все идти при потреблении вот ранний период это может быть конец мая это может быть начало лета даже летом собрали но не закладывается на хранение а теперь посмотрим два периода которые нам позволят получать все корнеплоды которые можно и хранить чудовище в хранилище положить и потом это снова же у меня тепличники берут вот эту информацию для того чтобы заложить на хранение и продавать это вот такие периоды весы убывающая луна 19 февраля с 8 часов утра до конца суток здесь замечательный период потому что солнце будет 19 февраля во втором градусе рыбы это тот момент когда получается очень вкусная сочная и хранится хорошо продукция 20 февраля все 24 часа и здесь солнце будет в третьем градусе рыбы почему я радуюсь когда вижу вот именно вот это сочетание здесь только начало вот этого входа солнца в этот зодиак и очень хорошее в сочетании качество продукции получается и смотрите 21 февраля еще можно если не успели очень рано с 0 часов до 7 часов утра можно будет тоже посеять семена свеклы и моркови далее у нас луна без курса с 8 часов 3 минут до 12 часов 19 минут поэтому и здесь у нас 21 февраля будет еще солнце в четвертом градусе рыбы замечательный период можно досеять если не завершили посевы это первый такой период еще один просто супер период это козерог убывающая луна 25 февраля начинается этот период вечером с 20 часов до конца суток тепличники попросили давать и вечернее время для того чтобы они могли при включенном свете заниматься посевами ну что же ваша просьба выполняется и так 25 февраля хорошее время в козероге с одной стороны очень хорошее время убывающая луна в знаке корня и с другой стороны солнце смотрите 12 солнечный день в восьмом градусе рыбы очень хорошо 26 февраля 13 солнечный день солнце в девятом градусе рыбы и здесь можно работать все 24 часа заниматься посевами семян моркови и свеклы и еще один день замечательный день он не полный конечно но очень длительный такой период это будет 27 февраля 14 солнечный день солнце в десятом градусе рыбы начинается этот период с 0 часов и до 16 часов 30 минут далее пожалуйста луна без курса начинает работать 17 часов 50 минут поэтому в этот период остановитесь и постарайтесь вот спланировать так чтобы вы все посеяли вот в эти знаки что касается в данном случае мы смотрели семена моркови и свеклы следующий агрогороскоп посвящен посеву семян сельдерея на рассаду это корнеплодный сельдерей очень многие занимаются выращиванием этого корнеплодного овоща и хотят получить крупные вкусные корнеплоды сельдерея итак рассмотрим самые лучшие дни посева семян сельдерея на рассаду в феврале 2022 года самый лучший период это весы при убывающей луне именно весы покровительствуют сельдерею и здесь очень хорошее сочетание энергий энергии убывающей луны знака весы и это знак стихии воздуха и плюс здесь солнце будет находиться в влажном знаке в рыбах 19 февраля начинается этот период с 8 часов до конца суток это будет солнце во втором градусе рыбы 20 февраля все 24 часа солнце в третьем градусе рыбы и 21 февраля с 0 часов до 7 часов утра далее луна без курса с 8 часов 3 минут и здесь тоже солнце в четвертом градусе рыбы получается очень хорошо овощ этот будет храниться и он в то же время солнце будет в рыбах давать вот эту сочность нежность вот этим корнеплодом есть еще один период очень хороший тоже на хранение выращиваем сельдерей козерог убывающая луна 25 февраля с 20 часов до конца суток солнце в восьмом градусе рыбы дает вот эту тоже сочность 26 февраля все 24 часа солнце в девятом градусе рыбы и 27 февраля с 0 часов до 16 часов 30 минут далее работает энергии спящей луны луны без курса и здесь тоже солнце в десятом градусе рыбы сочетание очень хорошее сочетание энергии земли и сочетание энергии воды получается очень сочной и вкусной и хорошо хранятся корнеплоды сельдерея еще один агрогороскоп и он посвящен посеву семян лука вот этот черненький лучок на рассаду обычно это профессиональные семена очень качественные это хороший лук который и ранее средние сорта и есть очень много хороших луков для зимнего хранения для долгого хранения так вот мы выбираем как раз вот эти периоды для того чтобы лук хранился если на продажу тогда можете использовать первый агрогороскоп в данном случае многие выращивают и очень правильно делают выращивает для себя обеспечивает себя и свою семью и так рассмотрим первый такой период овен растущая луна до растущая луна и это только только после новолуния тоже получаются очень хорошие корнеплоды пусть они чуть чуть меньше но эти корнеплоды будут очень хорошо хранится и смотрите у нас тут немного конечно в овне 5 февраля все 24 часа и здесь у нас будет 22 солнечный день и солнце в 18 градусе водолея снова же две энергии которые создают очень хорошие условия для хранения но в овне и всхожесть будет хорошая даже овен кстати покровительствует луку так что можно использовать если есть необходимость очень раны ранний период то есть первую половину февраля посеять семена на рассаду используйте вот этот один день далее у нас уже вторая половина будет месяца и вот хорошие два периода мы их сейчас с вами рассмотрим это весы убывающая луна очень хороший период и для того чтобы получился лук на хранение и был сочный вкусный мне вот нравится вот эти периоды и так весы 19 февраля с 8 часов утра и до конца суток здесь очень хорошая будет энергия сочетания весы и лунная вот эта убывающая луна в весах и солнце будет во втором градусе рыбы 20 февраля все 24 часа здесь будут работать энергии весов и энергии рыб потому что солнце будет в третьем градусе рыбы 21 февраля с 0 часов и до 7 часов далее луна без курса энергии спящей луны не благоприятствует нашим растениям и посевам тем более семена здесь 21 февраля тоже 8 солнечный день здесь солнце будет находиться в четвертом градусе рыбы очень хорошо получится продукция лука и далее идем козерог убывающая луна здесь тоже солнце сразу же скажу чтобы не повторяться солнце будет 25 в восьмом градусе рыбы 26 в девятом и 27 в десятом градусе рыбы замечательные дни солнечные ну а теперь я назову время 25 февраля нужно можно вернее это делается сейчас дома или же в тепличке включили свет с 20 часов до конца суток 26 февраля все 24 часа и 27 февраля с 0 часов и только лишь до 16 часов 30 минут затем начинают работать энергии спящей луны которая дает не очень хорошие результаты будет ворсиночка вот эта волосиночка взойдет может быть даже и зелененький лук но качество и сам лук мы не получим когда вот этот переход осуществляется когда луна спит и завершает сегодняшний выпуск агрогороскоп посева семян редиса феврале 20-22 редис должен быть сочным хороший корнеплод и такой он должен быть сочный и не сильно горький и поэтому мы выбрали вот эти периоды для того чтобы получить действительно вот такой качественный редис и это будет три периода в феврале месяце 3 февраля в рыбах это сразу же после новолуния новолуние у нас 1 февраля энергии еще только проснулась только начинается работа после гекаты луны поэтому мы можем использовать для посева корнеплодных овощей 3 февраля с 9 часов до конца суток и 4 февраля с 0 до 11 часов утра затем с 12 43 минут у нас идет время спящей луны луна готовится к спячке и затем луна без курса будет здесь очень интересный период этот редис будет расти при солнце в водолее водолей дает сухость и поэтому вот даже рыбы и казалось бы если теплица будет в теплице будут какие-то влажные периоды этот редис не будет так болеть не не будет подвергаться болезням вот это очень интересное сочетание стихии воздуха и стихии воды следующий период просто супер здесь корнеплоды будут супер крупные и очень очень сочные это скорпион убывающая луна 21 февраля с 13 часов до конца суток здесь сочетание будет скорпиона и рыб это супер и здесь будет начинаться вот этот период благоприятный для посева в четвертом градусе рыбы и завершится в шестом градусе рыбы 23 февраля поэтому следующий день такой хороший в скорпионе 22 февраля все 24 часа и 23 февраля с 0 часов до 11 часов 30 минут луна без курса с 12 часов 25 минут и еще один период уже завершающий месяц это период когда можно уже сеять редис для получения в марте в конце марта начале апреля но разные у кого если обогреваемая теплица то можно уже в конце марта иметь очень вкусный редис он получится и сочным потому что в козероге убывающая луна будет находиться с 25 по 27 февраля и здесь же в это время солнце будет находиться в рыбах с 8 градуса по 10 градус замечательно две стихии стихия земли и стихия воды объединяются и 25 февраля можно сеять вечернее время с 20 часов до конца суток 26 февраля все 24 часа 27 февраля с 0 часов и до 16 часов 30 минут затем уже готовится луна к спячке своей будет спать и кстати уже будет готовится луна и к новолунию 2 марта будет новолуние там уже дальше не запускайте позже 16 часов старайтесь не сеять потому что будут энергии уже ощущаться черной луны вот такой сегодня у нас расширенный агрогороскоп мы раиса греченко александр волик выполнили вашу просьбу чтобы по каждой культуре были отдельные агрогороскопы чтобы не путаться что когда сеять и что-то у кого-то не так получается поэтому мы вот такую сделали подборку сегодня такое расширенное видео и практически по февралю мы уже завершили все агрогороскопы если что-то упустили пишите пожалуйста не стесняйтесь будем работать не забывайте лайкать писать комментарии это ваша оплата за наш труд мы за это вас благодарим не требуем с вас никаких денег а просто вот такое понимание и делитесь кстати нашим видео чтобы у всех все получалось очень важно чтобы каждый сейчас смог вырастить для себя для своей семьи витамины и овощи и обеспечить самостоятельно свою семью вот этими прекрасными продуктами в это сложное время мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео то есть до завтра до завтрашнего утра пока пока